Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики! Насмотрелись мы тут на этом вашем ютубе опять всякой мути по поводу визуального состояния воды в аквариуме. Чертыхнулись пару раз, трижды матюкнулись и решили четко и лаконично дать свой толковый расклад по данному вопросу. Для начала, для новичков дадим краткое превью. Понятие «кристально чистая вода» в ушах профессионалов звучит как бред сивой кобылы. Потому что аквариум – это целостная экосистема, это микрокосмос, в котором живут мириады бактерий, грибков и простейших микроорганизмов. И все это живет в тесном биоцинозе с рыбами, растениями и прочими гидробионтами. Назвать эту воду чистой сложно, но в этом и прикол. Рыбы не живут в дистилляте. Сам аквариум – это не просто рыбы, стекло и вода. Это, можно сказать, единый целый организм, состоящий из тонких природных взаимосвязей. С учетом этого, безапелляционное стремление новичков к кристально чистой воде больше смахивает на фетиш, нежели чем на желание качественно улучшить аквариумную жизнь. Новички должны изначально понимать, что такое азотный цикл в аквариуме, что никто не отменял регулярные и качественные подмены воды, а также хорошую фильтрацию и аэрацию аквариума. Все это базовые основы, которые являются залогом успеха и беспроблемного содержания любого аквариума. В то же время, безусловно, иногда случаются всякие траблы, которые вызывают помутнение воды. Причин там и много, и мы их упустим, а вот о способах борьбы с мутным аквариумом мы поговорим детально. Все предложенные нами способы работают как вместе, так и по отдельности. Итак, первый способ – это применение коагулянтов. В аквариумистике эти препараты называются по-разному. Например, у Тетра этот препарат носит название Crystal Water. Коагулянты – это вещества, вызывающие свертывание, сгущение, слепание частиц и примесей в жидкости. Проще говоря, внеся тот же Тетра Crystal Water в аквариум, мелкодисперсные частички взвеса слепаются друг с другом и образуют более крупную фракцию, которая засасывается и остается в фильтре или оседает на дне аквариума. Кстати, мало кто знает, что Crystal Water эффективен не только от механической муты, но и от биологической. То есть он способен убрать белесое помутнение воды, которое образуется после запуска аквариума. И сказали мы это не для красного словечка в пользу Тетры, а для того, чтобы новички понимали, что коагулянты создают только визуальный эффект, но они борются с причинами помутнения. При запуске аквариума вполне понятно, почему он помутнел, но если это произошло в действующем аквариуме, ищите проблему. Возможно, паршиво работает фильтрация, может отключаете компрессор на ночь. Много рыб в аквариуме, кто-то из рыб прилег отдохнуть и так лежит без движения уже пару дней и потихонечку уже разлагается. Ищите. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Второй способ это синтепон. Прекрасная вещь для поддержания чистоты в аквариуме. Уложили его плотненько во внутренний фильтр аквариума и отошли. Раз в неделю постирали его или заменили на свеженький. Синтепон очень хорошо берет на себя всю мелкую бяку из воды. Проверено и думаю, что с нами многие согласятся. Только, пожалуйста, новички, не берите вы брендовый синтепон в зоомагазинах по цене золота. Сходите налево за угол в магазин тканей и купите километр синтепона за 3 рубля 50 копеек. Тот же самый синтепон. Третий способ это, конечно, использование аквариумного угля. Уголь обладает реально хорошей адсорбцией. Вода в аквариуме действительно становится как слеза младенца. Обратим ваше внимание, что марки угля, которые используются аквариумными брендами, разные. Разного качества и свойств. Это отдельная большая тема для разговора. Но лучше не брать уж совсем откровенно дешманский уголь фирмы Хонгуюнь Соньвынь. Далее быстро скажем. Видите надпись «Древесный уголь»? Знаете, он хорошо и быстро адсорбирует. Но недолговечен и быстро забивается. Его лучше всего применять для быстрого введения лекарства из аквариума. Кокосовый уголь считается премиум углем. Мы его называем уголь ежедневка. Пригоден для постоянного использования. Срок службы примерно 1 месяц. И еще есть каменный уголь. Это самый тугой уголь и он дольше всех работает. Четвертый способ. Ультрафиолетовый стерилизатор. Муть бывает разной. Ультрафиолетовый стерилизатор бесполезен от механической муте. Но если у вас есть проблемы с цветением воды, а точнее с позеленением воды, а еще точнее с евгленой зеленой, то стерилизатор на раз-два поможет справиться с этой напастью. Единственное, учтите, что ультрафиолет сжигает микроудобрения и лекарства. И если у вас приличный травник, то после стерилизатора необходимо обязательно довнести микрокомплекс. И по понятным причинам одновременно лечить и стерилизовать ваш аквариум не получится. Пятый и заключительный способ. Это применение циолита. На сайте fanfishka.ru есть шикарная статья о нем. Обязательно почитайте. В рамках ролика в двух словах скажем, что циолит – это ионообменник. Он напрямую не влияет на мутность воды, но он хорошо помогает в борьбе с перекосами азотного цикла, забирает на себя ионы аммония и тем самым стабилизирует ситуацию с завышенными концентрациями ядов, которые в свою очередь зачастую являются первопричиной микробиологического помутнения аквариумной воды. На этом все, друзья. Ждем от вас обратной связи и ваших собственных рецептов кристально чистой воды в аквариуме. А меня зовут Печальный Астронотус, и это был первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru. Всем кристально чистой водички. Пока! Субтитры подогнал «Симон»